привет мои сладкие привет наступила осень а я вышла на прогулку нашла вот такую красную локацию красную классную локацию с красными листьями и хочу сказать вам ребята что наступила осень я давненько не выпускала влог тут я не слегка приболела ангиной я в пятый день сижу дома не выдержала вчера и сегодня уже себя чувствую лучше и вышла на прогулку и так как у меня появилось время связи с тем что я приболела я снимаюсь фильтром ребята потому что больной человек краситься не хочет о чем я так как у меня появилось время с того что я приболела я попробую вам смонтировать наконец-то влог один из самых главных наверно мои влога в моей жизни это 18 летие моего сына боже мой когда это было мне 18 лет исполнилось в этом году моему сыну и я вас приглашаю окунуться немножко в прошлое как и все блогеры да 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 в этот блок наверняка увидите намного позже 18 лет моему сыну исполнилось 4 августа но рук не доходили сделать монтаж так что приглашаю влог заражения моего сына смотришь на меня без сомнения мол папа я все знаю понимаю все без исключения давай без на учения я здесь давно а я пытаюсь объяснить твое назначение пока ты молодой как важно выбрать точное направление для правильного движения ведь мне не все равно как ты будешь жить с кем ты будешь плыть я не хочу тебя учить но просто ты пойми а кем еще мне дорожить когда ты станешь большим сын мне очень хочется знать дочь мне очень хочется верить что ты откроешься дверь и не бойся что-то менять когда ты станешь большой дочь когда ты станешь большой когда доверишься мне сын тогда поймешь почему все что я не смог мечтаю воплотить в тебе когда ты станешь большим сын мне очень хочется знать дочь мне очень хочется верить что ты откроешься дверь и не бойся что-то менять когда ты станешь большой когда ты станешь большой дочь когда доверишься мне сын тогда поймешь почему все что я не смог мечтаю воплотить в тебе знаешь я не зря все советую сам когда-то был на твоем месте только поэтому помогаю с ответами как это было давно но если бы я мог вернуть все это время я многое наверное изменил бы без сожаления ну что скажи свое мнение тебе же не все равно как ты будешь жить с кем ты будешь плыть я не хочу тебя учить но знай в любой момент с тобой готов я рядом быть когда ты станешь большим сын мне очень хочется знать дочь мне очень хочется верить что ты откроешься дверь и не бойся что-то менять когда ты станешь большой дочь когда доверишься мне сын тогда поймешь почему все что я не смог мечтаю воплотить в тебе так что ты станешь большим сын мне очень хочется знать без сомнения мол папа я все знаю понимаю все без исключения давай без нравоучения я здесь давно а я пытаюсь объяснить твое назначение пока ты молодой как важно выбрать точное направление для правильного движения ведь мне не все равно как ты будешь жить с кем ты будешь плыть я не хочу тебя учить но просто ты пойми а кем еще в такой прекрасный день хотелось сделать какой-то подарок просто незабываемый и мы с мужем придумали сюрприз подарок сюрприз чтобы запомнилась на всю жизнь кто-то варюю хотел у тебя ровно 10 минут собраться тебе нужно одеть джинсы майку вот эту вот хрень обитать на шапку обитать на шапку на голову можешь взять очки по-спортивному удобно давай 10 минут собраться это не шутка это не шутка монтирую влог я поняла что я упоминала такое слово как армия сейчас хочу дать послание каждой русскоязычной и украинской маме я вам очень сочувствую не дай бог когда-нибудь и мне отправлять своего сына на фронт я просто умру каждый вечер за каждую мать и за каждого сына не дай бог никому испытать никакой никогда войны я человек пацифист всегда им было и буду я против любой войны я не за одну страну я просто против войн ладно ребята давайте сюда сильно не вмешивать политику и окунемся в этот прекрасный день здесь мы смотрели как собирали воздушный шар это было очень увлекательно и интересно заняло это все недолго около ну грубо говоря все в общем может сорок минут может даже час но прошло это очень быстро потому что было очень увлекательно и интересно все это происходило очень рано утром и это было за вильнюсом в таком районе тракайский район где находится безумно много озер и когда ты поднимаешься в небо это дает свою силу не и плюсы пейзажи восхитительницы скоро вы это увидите вместе с нами с нашей локацией поднималось еще достаточно много шаров но единственный наш был семейный вип вот такой вот маленькой с маленькой корзиной нас там было четверо мы заказали отдельный но можно заказать и полет где в корзине много людей и тогда будет намного дешевле но так как у нас был такой праздник мы хотели его сделать этот полет особенным и семейным т.о.к. как с Субтитры сделал DimaTorzok 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 что просто ты, чтобы ты выбрал бы, ну, учился бы и потом выбрал бы такую работу, которая тебе приносила бы удовольствие, чтобы ты ходил на работу не просто, чтобы заработать деньги, а просто, чтобы это тебе было бы хорошо на душе и чтобы было бы приносило бы удовольствие. Это первое. А что еще я хотела бы тебе еще посоветовать? Вспоминай всегда мои слова. Самое плохое качество в людях – это зависть. И старайся эту, если даже у тебя в корне она появится. Например, всегда есть чему завидовать. У кого-то больше денег, у кого-то лучше машина, у кого-то лучше жена, у кого-то все есть, и кажется, он такой дурак, а почему у него все есть? И ты будешь учиться, ты будешь работать, но даже если у тебя чуть-чуть она появится, запомни мои слова, всегда ее гаси в самом здоровье. Потому что зависть – это самое худшее, что есть в человеке. Потом начинаются другие недостатки. Человек делается мстительный, человек с этой завистью нехорошее предательство начинается, и все, и запомни, что что у тебя есть, то и ценит. Ты всегда достигнешь своего, если будешь честно жить на этом свете и не завидовать никому, что тебе Бог дал, то у тебя будет. Можешь идти к своей мечте, можешь стремиться к высшему, но никогда не завидуй. И всегда даже и этих людей, если ты увидишь, что у тебя какой-то друг и тебе завидует, ты не дружи с таким человеком. Потому что он обязательно предаст, сделает тебе какую-то подлость. И всегда просматривай их как рентгеном этих людей. Потому что самое тяжелое – это предательство и подлость. близких, ну, даже друзей. Воспитан ты хорошо. Мне нравится в тебе, что ты уважаешь людей. Научился уважать всех. Потому что сейчас уважение к старшим – это не ценится, и это не воспитывается интернетом. Уважаются только деньги. А про деньги я тебе скажу, что не в деньгах счастья. Их все всегда желают. Обязательно в то, что говорят, здоровье, любви, денег. Деньги ты всегда заработаешь. Но если ты будешь много иметь денег, и у тебя не будет счастья, они тебе не принесут никакой радости. И за те же деньги ты никогда не купишь здоровье. Если тебе будет здоровье, у тебя все будет. И деньги, и счастье. И, конечно, нужно любовь обязательно. Ну, про любовь все сказано, как говорят. Про нее все сказано. Она должна быть у каждого человека. Без любви – это не жизнь. Ну, я надеюсь, что у тебя все будет хорошо. И ты встретишь человека, который… Ты всегда смотри, чтобы ценили бы тебя. Не только любили бы за что-то и за какие-то твои успехи, за какие-то там… Ну, чтобы любили бы тебя, а не твои успехи, и твоя успешность, и твою внешность, и все такое. Ну, вот такие пожелания от бабушки. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, так как я уже не монтировал влог, наверное, больше, чем два месяца. Да, скопилось у меня немножко видеоматериалов. Я вас приглашаю еще на некоторые праздники в нашей семье. И это юбилей моей тетушки. Тетушки. Значит так, моей мамы, родного брата, жены. У нее был юбилей, и мы прекрасно его отпраздновали, как это было с нами. У кого сегодня 50 лет? 25! Ну, можно и пополам поделить, если что. Сколько репортеров? Пока я вам буду показывать этот шикарный стол и вкуснейшие блюда, я хочу сказать пару слов. Я стараюсь присутствовать на каждом семейном празднике, потому что семья — это очень важно. Никогда ни один друг, ни новый, ни старый, не заменит вам настоящую семью. Цените ее. Ребятушки, тут я пыталась установить камеру и заснять вам свой лук, свое платье, которое я за вечер до праздника сшила из двух платьев. Я взяла верх от одного платья, а низ от другого. Так как я в этом году очень пышная дама и не влажен в одно свое вечернее платье, мне пришлось выкручиваться в такой вот способ. Расстрачиваться на дорогие новые платья я не хочу, потому что я все отчаянно надеюсь, что я все-таки похудею, и мне не придется менять целый мой гардероб. Расстрачиваться на дороге. Расстрачиваться на дороге. Играет музыка. Попросили моего мужа спеть пару песен. Играет музыка. А это моя любимая песня. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ребята, спасибо каждому, кто досмотрел этот влог до конца. Спасибо, что вы со мной. Всё ещё. Спасибо вам за всё, что вы рядом, что вы лайкаете, что вы пишите комментарии какие-нибудь. И я всегда жду от вас отдачу в комментариях. Итак, спасибо ещё раз. И до следующего видео. Пока!